Алые гвоздики – символ памяти, мужества и отваги – держали в руках участники траурной церемонии, состоявшейся на Южном кладбище. 23 февраля они по традиции одновременно проходят здесь, возле братского захоронения на 4-м километре Ленинградского шоссе, у памятников Петру I и Федору Апраксину, возле мемориала «Танк». Память павших в сражениях за Отечество собравшиеся почти лиминуты молчания, после чего возложили венки и цветы к братскому захоронению советских воинов. Торжественные мероприятия продолжились митингом на площади выборгских полков. Для нас, жителей города воинской славы Выборга и Выборгского района, это особенный праздник. В историю нашего государства яркими страницами вписаны сражения, которые проходили на Карельском перешейке и в водах Выборгского залива. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем здоровья, счастья, мирного неба над головой. Поздравления с Днем Защитников Отечества сменяли выступления юных артистов, исполнявших патриотические песни. Им, представителям подрастающего поколения, были адресованы на подствие ветеранов. Всегда помните, что вы являетесь гражданами Великой России, а это значит, что вы должны постоянно понимать всю ту меру ответственности за свободу и независимость нашей Родины и, соответственно, делать выводы. Неважно, в погонах, без погон, на производстве, в сельском хозяйстве, крепить экономическую мощь нашего государства. Участники митинга возложили венки и цветы к стелле «Город воинской славы». Затем военнослужащие Выборгского гарнизона торжественным маршем прошли по площади. Кадеты старались брать примеры защитников Отечества, промаршировав с ними в одном строю. Тем временем в городском дворце культуры начали собираться участники торжественного собрания и праздничного концерта. Их встречал духовой оркестр, исполнявший песни военных лет. Со сцены заместитель главы районной администрации Николай Шишкин выразил слова благодарности ветеранам, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто сегодня выполняет свой воинский долг. За добросовестную службу и высокий профессионализм наиболее отличившиеся военнослужащие нашего города и района получили награды. С особыми словами к героям дня обратилась представитель династии военных Валерия Данилова. Мой отец и дед – ветераны боевых действий. И они, так же, как и вы, гордо носят звание офицера российской армии. Именно поэтому для меня особой честью является возможность сказать вам спасибо от лица всей молодежи и поздравить вас с вашим днем. Настоящим украшением праздника стали выступления выборгских творческих коллективов и военнослужащих. Ты меня ждешь и у детской кровати не смеешь, и поэтому знаю со мной ничего не случится.